Ни для кого не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей. Наносят большой материальный ущерб и в ряде случаев влекут за собой человеческие жертвы. Какие советы дают сотрудники органов гражданской защиты и знают ли горожане о правилах пожарной безопасности? Тему продолжит Риналь Рахматуллин. Статистика пожаров свидетельствует, что большое количество возгораний происходит в жилом секторе и многоэтажных домах. С начала этого года на территории Тараза зарегистрировано 168 подобных происшествий. Материальный ущерб составил 23 миллиона 600 тысяч тенге. В результате пожаров погибло два человека и столько же пострадало. Частыми причинами пожара в многоэтажных жилых домах и в общежитиях является неосторожное обращение с огнем. То есть курение, применение открытого огня и короткое замыкание электрических проводов. В этой связи сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям проводят профилактические мероприятия, где разъясняют правила безопасности при пользовании электробытовыми приборами и источниками открытого огня. Чтобы не стать жертвой пожара, нужно соблюдать несложные правила противопожарной безопасности. Но знают ли о них жители нашего города? Давайте выясним. Вот почувствовали вы запах газа. Куда нужно обратиться, может быть, что сделать? В МЧС, наверное. В МЧС, наверное, обратиться. А почему? Ну, казалось бы, аварийные случаи же бывают. Проверить утечки, где газа надо. В частный дом. Так что мы стараемся каждый отопительный сезон вызывать мастеров, чтобы они посмотрели, все ли в порядке. Не разводить огонь, не установить в местах. Потом что, спички детям не давать. Когда куда-то уходишь, надо электроприборы себе выключать. Спасибо большое. Щечки себе выключать. А техника безопасности надо соблюдать. Сотрудники органов гражданской защиты предупреждают, что соблюдение правил пожарной безопасности сохранит вашу жизнь, здоровье и имущество. Риналь Рахматурин, Руслан Сандыбаев, Жамбл Ньюс.